Немецкое изобразительное искусство в 15 столетии было еще теснейшим образом связано с церковью. Ослабление его зависимости от церкви выразилось лишь в том, что произведения живописи и скульптуры освободились от архитектонической соподчиненности церковному зданию. Изображения отделились от стен и сосредоточились в одном месте внутри собора, в монументальном алтарном сооружении. Тем самым живописи и скульптура получили возможность относительно самостоятельного существования. Одним из достижений немецкого искусства 15 века был подъем живописи, слаборазвитой в Германии и в предшествующее время, но станковых картин создавалось в этот период еще мало. Ведущее место занимал алтарный образ. История немецкой живописи 15 века является в первую очередь историей отдельных крупных алтарей, обычно включавших в себя ряд композиций, связанных общностью тематического замысла. Субтитры создавал DimaTorzok художественная жизнь в Германии отличалась большой дробностью. Разобщенность отдельных областей страны приводила к возникновению множества местных очагов искусства. Однако немецкое искусство в целом все же обладало известной общностью. Наиболее важным было то, что религиозное изображение потеряло свой отвлеченный спиритуалистический характер и со всей определенностью приблизилось к жизни. Главный акцент перенесен был на повествовательное начало и на выражение в религиозном сюжете живых человеческих чувств. Традиционные фигуры святых стали приобретать облик людей того времени. Причем очень часто людей из народа. Религиозные сцены насыщатся жанровыми подробностями. Все чаще выводились в искусство наблюденные художниками жизненные детали, чрезвычайно оживлявшие изображения, делавшие их более доступными для зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Но все эти новшества не объединялись еще единством эстетических воззрений. Даже в пределах одного произведения часто не ощущалось целостности. Сами художники не имели определенного критерия в оценке и восприятии мира. Уходя от старого, они путались в неразберихе противоречивых взглядов. Их художественное мировоззрение было хаотичным и непоследовательным, хотя и явно содержащим здоровое стремление к жизненной трактовке явлений. Одни и те же картины могли одновременно включать фигуры полной жизни, как бы выхваченные из действительности и отличенно бестелесные. Фоны, содержащие живые пейзажи с домами и улицами немецких городов, и золотые узорные или усеянные звезды. Предметы весомые, трехмерные и плоские, уподобленные в своих очертаниях орнаменту. Наиболее условно трактовалось пространство, связь между предметами и соотношение фигур с окружением. Отдельные части изображений нередко громоздились друг на друга или распластывались на плоскости. В непосредственной близости размещались предметы, взятые в разных масштабах. И тут же рядом встречались глубинные построения, изобличавшие попытку передать единство пространственной протяженности. Субтитры создавал DimaTorzok Во всем этом было много костного, консервативного, но и много неосознанно живого и неожиданно свежего. Народная психология и вкусы отражались в повествовательной наглядности в развертывании сюжетов, в нотках народно-фольклорной лирики или юмора, в наивной склонности к скрупулезной тщательности передачи жизненных деталей и осызательной материальности предметов, в ярко выраженной любви к родной природе. В первой половине XV века очаги искусства существовали в округе Боденского озера, по Рейну, в Гамбурге, Ульме. В округе Боденского озера работали живописцы Конрад Витц и Лукас Мозер. В Ульме подвязался Ганс Мучер. Крупнейшим мастером Керна был Стефан Лохмер. В Гамбурге работал мастер Франке. На Верхнем Рейне так называемый Верхнерейнский мастер. И повсюду еще множество анонимных мастеров. Весьма немногие дошедшие до нас достоверные произведения этих художников все же дают возможность составить представление о творческой индивидуальности каждого из них. Это свидетельствует, между прочим, о новом положении художника, о том, что средневековая система творчества, стиравшая художественные индивидуальности отдельных мастеров, теперь ушла в прошлое. Художник занял более почетное место в обществе, являясь отныне уже не рядовым цеховым ремесленником, а руководителем мастерской и уважаемым бюргером. Субтитры создавал DimaTorzok Два мастера, Стефан Лохнер и Верхнерейский мастер, сохраняя в наибольшей степени черты архаичности, в то же время дают в своих произведениях новую лирическую интимную интерпретацию религиозных сюжетов. Их произведения полны наивной идилличности, заставляющей вспомнить стихи средневековых лириков. Таковы произведения Лохнера «Алтарь трех царей», «Мадонна в розовой беседке», «Принесение во храм». Этими же свойствами отличаются работы Верхнерейского мастера, «Младенец Христос в райском саду», «Мадонна на земляничной грядке». Со старым их связывает оттенок отрешенности и созерцательности в облике тонких фигур. У Лохнера склонность к орнаментальным фонам. Но лирический характер сцен, помещенных в поэтические пейзажи или окруженных цветами, мягкость плавных линий и нежность светлых радостных тонов у Лохнера, а также жизненность трактовки отдельных голов и деталей обстановки, особенно листьев и травы, вносят в изображение элементы свежести и непосредственности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok